Арктика вновь покорилась спортсмену из Чувашии. В очередную экспедицию на лыжах к Северному полюсу отправился инструктор по туризму Владимир Родионов. На протяжении 12 дней он сопровождал участников полярного похода. В состав команды на этот раз вошли воспитанники детских домов и ученики коррекционных школ. В разные годы в подобной экспедиции участвовали и воспитанники туристического клуба из Новочебоксарска. Насколько сложно было преодолевать путь до крайней точки земли. Сегодня они вспоминали на встрече с главой республики. Полярные экспедиции давно позади, но им до сих пор кажется, что это было только вчера. О своих походах на Северный полюс ребята готовы рассказывать снова и снова. Они говорят, что впечатлений хватит еще надолго. Все начиналось 7 лет назад. Именно тогда известные путешественники Матвей Шпаро и Борис Смолин впервые набрали команду настоящих смельчаков. В их ряды попал и студент из Новочебоксарска Степан Шеверталов. Сейчас он вспоминает о тех днях с улыбкой, а тогда молодой человек до последнего не верил, что ему все-таки удастся отправиться в эту экспедицию. И даже когда пришло письмо с положительным ответом, он принял его за шутку. 1 апреля Андрей Викторович звонит на телефон и говорит, пришел вызов на Северный полюс. И нужно было там в течение 10 дней дать необходимый материал, согласие родителям на участие в экспедиции. После Степана без участия Новочебоксарских ребят не обходилась ни одна полярная экспедиция. Но в самый сложный поход 4 года назад отправилась девушка. Тогда Северный полюс словно испытывал команду. Организаторы опасались, что до конечной цели им добраться и вовсе не получится. А на Карпа вспоминает, на своем пути они встречали огромное количество многометровых торосов и проталин, которые приходилось приплывать в специальных костюмах. И да, с первого дня действительно были уже большие проталины. Мы постоянно преодолевали различные сложности. Также был встречный дрейф. Мы шли в день где-то по 15-20 километров, а за ночь могли на 5-7 километров отплывать обратно. Хотя к таким испытаниям ребят готовили задолго до экспедиции. Каждый год будущую команду полярного похода формировали в Карелии. Там они тоже преодолевали непростую дистанцию по снегу, на лыжах. Причем приходилось тянуть за собой тяжелые сани с вещами. Северный полюс покоряли только лучшие из лучших. И не случайно вот уже на протяжении пяти лет в эту команду попадают ребята из Чувашии. Они являются членами прославленного клуба «Кредо». Его воспитанники часто выезжают в горные походы и на престижные турниры. Примерно 600-700 ребят прошло через наш клуб. Притом это такие хорошие, они сформированы, они потом идут. Образование получается соответствующее. Опыт этого клуба необходимо тиражировать, отметил глава региона. Спортивный туризм сейчас развит не во всех районах. Хотя возможности для этого есть. Для этого много и денег не надо. У нас овраженно-балочная система. Оврага хватает. Где что нужно делать. Прудов, гидротехнических сооружений. Ну а тем, кто в этом виде спорта преуспел, глава республики вручил благодарности и часы. Ребята пообещали, что если они снова отправятся на Северный полюс, то время будут сверять именно по ним. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика.